Коллеги, здравствуйте. Ой, прекрасно. Вот я вижу, что меня слышно. Очень рада встрече очередной с вами. И сегодня, да, все правильно, сразу хочу вас предупредить, что вы видите презентацию и слышите голос лектора. Вот в таком формате мы с вами пока работаем. И сегодня наша встреча посвящена новой теме курса основы светской этики под названием «Природа. Волшебные двери к добру и доверию». Я уже вам объясняла то, что рассмотрев все темы из плана второго полугодия, да, согласно содержанию учебника, мы с вами сейчас обращаемся к первому полугодию, к тем темам, которые являются ключевыми. И которые мы, естественно, в период с начала Нового года не рассмотрели. Вот. И поэтому сегодняшняя тема вот как раз у нас посвящена этому уроку. И эпиграфом в нашей теме «Природа. Это волшебные двери к добру и доверию» мне хотелось бы взять слова Экзюпери, знаменитого французского писателя, который сам-то был удивительно интересной личностью. И вот эти слова, мне кажется, отражают суть всего того, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Итак, безмерно счастлив тот, кто на всю жизнь сумел сохранить удивление перед миром и благодарное отношение ко всему живому. Итак, счастлив тот, для кого и природа, да, все живое, все сущее является предметом удивления и вызывает благодарность. И вот мы сегодня с вами рассмотрим и аспекты, которые мы можем включить в наш урок, когда с четвероклассниками раскрываем данную тему. Итак, оттолкнемся от понятия природа. Что такое природа? Я обратилась к некоторым словарным изданиям. И вот первое определение мы заимствуем из философского словаря, энциклопедического. Итак, слово природа означает все сущее в широком смысле, все сущее, то есть весь мир, многообразие его формы. И происходит слово от греческого физис, да, латинского натуры, это калька. И вот очень интересное определение дает Владимир Даль в своем толковом словаре живого великоровского языка. Вот посмотрите, сколько здесь понятий выстроенных, можно сказать, являющихся синонимами, которые нам позволят более глубоко и интересно эту тему рассмотреть. Итак, что же является дверьми к добру природы, да, а это естество, все вещественное. Вот, кстати, вот уже Владимир Даль противопоставляет понятие природного, вещественного и духовного. Это вселенная, все мироздание, все зримое, подлежащее пяти чувствам. Ну, подлежащее пяти чувствам, вы чувствуете это сами, еще старый слог, дореформенный. То есть познаваемый, да, с помощью пяти чувств. Это наш мир, Земля, со всем созданным на ней. Я вот просто взяла вам цитату из толкового словаря Владимира Даля. А также вот он указывает, не вошел в слайд текст, по какой-то причине не показывает. Это все природные или естественные произведения на Земле. И человек, благодаря тому, что он телесен, он тоже является частью природы. И противоположным понятием природы стало искусство. То есть дело рук человеческих. То есть природа, не сотворенная человеком, не связанная с его деятельностью. И каким же образом природа, как сущиеся живое, может стать источником нравственных чувств и может способствовать нравственному возрастанию. Это вот очень интересно. И здесь вот мы отметим то, что все нерукотворенные явления нашей планеты подразделяются на неживую природу и живую природу. Неживая природа это вот камни, вода, вулканы, ледники, острова, континенты и так далее. А живая природа это живые существа. Это флора, фауна. И сюда же, конечно же, входит человек. Вот это вот нам нужно помнить и понимать. И если мы пытаемся с вами вот эту тему раскрыть, как может природа стать вот такими самыми дверьми к добру и доверию? Как она может нас научить каким-то очень важным нравственным законам? А здесь можно мы с вами вспомнить даже биологические законы нашего существования. Дело в том, что человеческий организм даже сам воспринимается как единая биологическая система, социальная. Но сейчас мы с вами в разговоре об этой теме только на биологическую составляющую внимание обращаем. И вот этой системе дивно устроенной присущ принцип, он так называется, компенсации функций. Определение в медицинских словарях дается такое. Это возмещение недоразвитых или нарушенных в силу каких-либо обстоятельств функций путем использования сохранных или перестройки частично нарушенных функций. И как это можно увидеть? Вот если, например, происходит ампутация какой-либо конечности, то происходят изменения координации, например, движений. Если человек теряет зрение, то у него обостряется слух, допустим. И все эти перестройки в организме осуществляются автоматически. Или, например, если одна нога сломана, вторая берет на себя всю тяжесть. И опять-таки организм человеческий таким образом становится жизнеспособным. И вот здесь очень интересно можно параллель привести между, например, человеческим сообществом, как единой также системой, только уже не биологической, а социальной сообщества, которое может быть жизнеспособным только, когда, допустим, более сильные помогают более слабым. Вот мы с вами говорили, насколько значимы законы, допустим, милосердия, сострадания для сохранения личности и для сохранения общества. Тут тоже самое компенсация происходит. И человеческое общество, как система, оно может выжить. Это мы сейчас с вами говорили о сфере взаимоотношений между людьми. А также интересно в разговоре о природе, конечно же, очертить еще и сферу ответственности человека перед живыми существами, но низшими, стоящими на низшей ступеньке развития. И также перед природой, то есть перед живой, неживой природой. Вот об этом сегодня наша с вами речь. И вот одна из сфер ответственности, это, конечно же, забота об экологии. Я вам пример приведу такой, что действительно большой сложностью и заботой людей неравнодушных является вот то самое, как его называют, большое тихоокеанское мусорное пятно. Еще одно есть у него наименование, это восточный мусорный пентимент. Вот посмотрите на карте, здесь вот выделяется и западный мусорный участок, и восточный участок с собой мусора антропогенного происхождения. В северной части Тихого океана. В основном это скопление пластика. И причем, по оценкам специалистов, 80% этого мусора происходит из наземных источников, а 20% выбрасывается с палуб кораблей, находящихся в открытом море. И вред окружающей среде наносится непоправимый. Вот так вот, например, сгустки пластиковых частиц напоминают зоопланктон. И медузы, рыбы принимают их за пищу. Большое количество долговечного пластика, к ним относятся и крышки, кольца от бутылок, и зажигалки одноразовые и так далее, находят в желудках морских птиц, животных, морских черепахов, альбатросов. И согласно исследованию Greenpeace, еще за 2007 год морской мусор наносит урон как минимум 267 биологическим видом со всего мира. И в настоящее время, благодаря студенту, а сейчас уже выпускнику технологического университета Делфта в Нидерландах, Баяну Слату, разработана система очистки океана от мусора автономными платформами, которые свободно плавают в океане и отлавливают мусор с помощью наводных барьеров. Вот когда пытаешься вникнуть вот в эту проблему, в частности, существование мусорного пятна, конечно же, мы с вами невольно даже приходим к теме ответственности человека за состояние экологии, за состояние окружающей среды. Есть еще одна очень интересная сторона взаимодействия человека и, допустим, фауны, которая связана, конечно же, с экстремальными условиями жизни. И вот как мы знаем, согласно преданию, гуси спасли Рим, так кошки спасли жизнь людей в блокадном Ленинграде. Вот это очень интересная история на самом деле, и связана она как раз с тем, что в 42-м году осажденный Ленинград одолевали крысы. А почему это произошло? Потому что люди, находящиеся в состоянии голода, поедали и собак, и кошек, и своих питомцев, и тех, кого можно было найти. Это страшная история, страница истории, конечно же, но результатом стало то, что крысы передвигались по городу, по Ленинграду, огромными колониями. И когда они переходили дорогу, даже трамваи вынуждены были останавливаться. Конечно, с крысами боролись. Их и расстреливали, давили танками. Были созданы даже специальные бригады по уничтожению грызунов, но справиться с напастью не могли. И крысы сжирали даже те крохи еды, что оставались в городе. И кроме того, из-за полчищ крыс в городе возникла угроза эпидемии. И никакие человеческие методы борьбы с грызунами не помогали. А кошек, главных крысиных врагов в городе, не было уже давно, потому что их съели. И поэтому в 43-м году было принято решение доставить в Ленинград осаждённых кошек. Выписали из Ярославской области так называемых дымчатых кошек, которые славились как лучшие крысоловы. Четыре вагона кошек прибыли в полуразручный город. Часть кошек была выпущена тут же на вокзале, часть была роздана жителям. А уже после снятия блокады привезли из Сибири несколько вагонов кошек, которые собирали люди, желающие помочь ленинградцам. И вот память о спасении от голода, в том числе и от эпидемии, кошкам ленинградцы, а нынешние санкт-петербуржцы, сохраняют по сей день. И вот мы, если с вами окажемся в Петербурге, мы можем увидеть с вами памятники кошкам. Так вот, в частности, перед вами на слайде те памятники кошкам блокадного Ленинграда, которые установлены на Малой Садовой улице. Бронзовый кот Елисей, он примастился на уровне второго этажа Елисейского магазина, а напротив него кошка Василиса. Она поселилась на карнизе дома номер три. Эти скульптуры установили в 2000 году, а клички коту и кошки придумали сами жители города. Автором идеи стал Сергей Лебедев, а скульптором Владимир Петровичев. На деньги спонсоров все это было создано. Или вот еще один памятник, тоже так и называется, память о кошках блокадного Ленинграда. Он был установлен в выборском районе Петербурга на улице Композиторов, во дворе дома номер четыре. И он изображает небольшую фигурку кошки, сидящей на стуле и греющейся под старшером. Вот такая благодарная память мы находим в Петербурге кошкам, которые, получилось, позаботились о людях. Но есть еще один пример. Это уже противоположный, когда человек спасает бегемота. Вот перед вами на фотографии Евдоки Ивановна Дашина и бегемотиха по имени Красавица. Это снимок 1943 года в Ленинграде. И история такова, она очень интересная. Ленинград всегда славился своим зоосадом, так называли место, где располагался зверинец. И так сложилось, что зимовали в блокадном городе, среди прочих зверей, которых не смогли вывезти из города, осталась бегемотиха Красавица. Эта бегемотиха имела очень интересную историю жизни. Прибыла в Петербург она еще до революции в 1911 году. Вес к тому времени ее составлял около двух тонн. И она-то считалась одним из крупнейших бегемотов в зоопарках Европы. До середины 30-х годов за ней ухаживал рабочий зоосада Иван Антонов, а потом его сменила дочь Евдоки Ивановна Дашина. И вот когда 8 сентября 1941 года сомкнулось кольцо блокады, то звери ленинградского зоосада вместе с людьми терпели очень много лишений. В зиме, например, не стало уже электроснабжения, вышли из строя канализация, водопровод. Животные погибали от холода и холода. А вот Красавицу, бегемотиху, удалось сохранить. Потому что сотрудники зоосада проявили настоящий героизм, поскольку они переселились для жительства в зоопарк, они топили буржуйки остатками деревянных американских горок и сочиняли для своих питомцев еду. Например, тигрятам готовили обманку, так называли набитые травой шкурки кролика и смазанной рыбьим жиром, иначе тигрята отказывались их есть. Или, например, для беркута ловили крысь. Медведи были вынуждены переводить на вегетарианский рацион. А вот бегемотиха, красавица, требовала в день 40 килограмм форма. И 30 из них у красавицы составляли вываренные в клейкую кашу, опилки, куда добавляли травы, картофельные очистки, жмут. Но была еще одна беда. Кожа бегемота, она очень толстая, начала трескаться без воды. И вот Евдокия Ивановна Дашина, которую мы видим на снимке, она каждый день на самках приводила с Невы сороковедерную бочку воды. Так она и говорила, на кашу и для душа. И вот благодаря вот этим подвигам, этим действиям сохранена была жизнь в бегемотихе. Но даже свидетели, очевидцы событий говорили о том, что психотерапией приходилось заниматься Евдокии Ивановне, поскольку бегемотиха очень боялась обстрелов, звуков канонады. И по привычке она пыталась спрятаться в давно высохшем бассейне. И тогда Евдокия Ивановна спускалась к ней, она жилась рядом, гладила, успокаивала, пока она не затихнет. И вот удивительно, но зоопарк сохранили благодаря такому героическому подвигу ленинградцев и благодаря заботе о братьях наших меньших. И вот красавица бегемотиха жила долго, умерла от старости она в 1951 году. Ветеринары все восхищались ее блокадной закалкой. Но, конечно, это никогда бы не произошло без заботливого отношения Евдокии Ивановны Дашины к этому животному. Вот, уважаемые коллеги, мы с вами поговорили о том, какие в истории нашей страны были люди, которые самоотверженно, иногда даже ценой своей жизни спасали природу. Да, вот то, что представлено живой и неживой природой. Конечно же, те глобальные экологические проблемы, стоящие перед всем миром, они требуют и сейчас от современного человека такого же отношения. И только это, вернее, вот эта сфера отношения к природе является, наверное, вот той площадкой, где человек учится добру. Вот, уважаемые коллеги, спасибо большое вам за внимание. Я вам напоминаю, что 30 апреля мы с вами продолжаем работу и будем обсуждать новую тему «Мой класс, мои друзья». Это тема из первого полугода, четвертого года.